Господа, я вначале, как всегда, хотел напомнить вам про сервис, который вы все давно знаете Autospot.ru Это простой и удобный способ, во-первых, проверить самую низкую цену на рынке на интересующий вас новый автомобиль Это способ избежать беготни по дилерам, переговорам, по скидкам, пытаться кому-то объяснить, что вам в другом месте предложили меньше Вы просто заходите на Autospot.ru, выбираете нужную вам марку модель и смотрите цену на нее Сразу с учетом всех действующих акций, скидок и подарок у всех дилеров, которые участвуют в программе Autospot.ru Все, что вам остается, это выбрать интересующие вас предложения Далее с вами связывается менеджер, вы просто приходите в салон и, как обычно, забираете свой новый автомобиль Ну а лично я Autospot постоянно пользуюсь, когда мне нужно быстро узнать, сколько стоит та или иная комплектация модели или марка Без залезания во всякие там конфигураторы, сайты разных дилеров и скидки, акции, предложения, которые действуют где-то там сейчас Короче, это все долго Зашли на Autospot, посмотрели, сколько стоит и, если понравилось, купили Все ссылочки на сервис будут в описании под этим видео Здравствуйте, господа! Сразу к делу и сразу быстро! Мы купили бэушный Duster 2012 года за 500 тысяч рублей Для чего? Для того, чтобы сделать его классным У меня давно была идея, что если взять и показать, что же все-таки может эта машина Дело в том, что Duster это машина для очень интересного круга людей И я сейчас не троллю и никого не хочу оскорблять Сколько я бы их в своей жизни не видел Это всегда люди аккуратные, осторожные, расчетливые, спокойные Тем не менее, эта машина снабжена полным приводом, приличными свесами, отличным дорожным просветом и вроде как почти неубиваемой муфтой Казалось бы, что может пойти не так? Не так могут пойти именно эти самые люди Они никогда не ездят на ней на уф-роуд Соответственно, какой вариант сделать так, чтобы Duster поехал на все деньги? Чтобы Duster показал действительно то, что он может Это найти достаточно отмороженного владельца этой машины Поэтому, собственно, вы и видите Вот сейчас владельца Рено Дастера Не знаю, стоит ли меня поздравлять или наоборот выражать мне свои соболезнования Но так или иначе нас больше ничего не сдерживает Добро пожаловать! Я хочу найти сама себя Я хочу разобраться в чем дело Помоги мне, помоги мне Я хочу, чтобы моя душа тоже пела Самым неожиданным моментом в подборе этой тачки явился прикол, что как хорошо, что я не подбирал ее сам. Да, Серега? Тебе очень повезло. Сзади у нас сидит Серега, которого самые-самые адепты помнят как Чеснок ТВ. Знаешь, здесь нужно вставить. Помните, Серегу, помните его? Это он сейчас. Такой момент, когда ты мне скидывал фотки из тех машин, которые ты подбирал. А сколько, напомню, вариантов всего было у нас? Типа 15, да? Объявление было 20, из них мы 3 посмотрели. Из них по этим даже 20, по фоткам, дрова были, то есть типа 17, да? Ну, типа 99,9%. Собственно, почему я решил обратиться к автоподборщику? Это не реклама. И Серега не платил денег, даже, к сожалению, я платил ему целую пятнашку. За то, чтобы Серега провел 3, наверное, или 2 дня, 2 дня своей жизни полностью, да? Только для того, чтобы найти этот сокровищный автомобиль. Господи, как мне на нем все-таки немножко непривычно. Это машина для осьминогов, потому что до половины кнопок здесь можно затянуться только щупальцами. Но он стабилен. Ну-ка, и четко. Вообще просто вот это ураган, ну-ка. Не, хрена себе, вот эта коробка. Мы подружимся. Мы прямо подружимся. Нахрен секвенталка, когда есть Дастер. Ну, смотри, 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 смотри. Да я это даже провафлил со сцеплением. Ну-ка еще раз. Смотри, просто уничтожаем коробку. А без сцепления, ну-ка. Без сцепления! Без сцепления! Твою мать! Это было без сцепления! Да нахрен кулачковая коробка. Смотри, смотри, нога поднята, смотри. Обосаса! Обосаса, мать твою! Вот это прикол! Нихрена себе, Дастер! Блин, я уверен, что эта тачка во многом недооценена. Потому что ее владельцы не могут выжимать максимум. Охренеть! Охренеть! Можно в боевом режиме переключаться. Это просто космос. Зачем брать Evolution? Зачем? Третья без сцепы. Еще и под газом она переключилась. Я охреневаю просто с этого. Супер тачка. Но найти ее практически нереально. Поэтому взяли Серегу автоподборщика. Он 17 машин по объявлениям. Но мы вместе там отмели, да, Серега? Это же очевидно было. Ну, фуфло там даже по фотографиям. Они все кривые, косые какие-то из краденого железа собранные, да? Ну, чтобы не красить. Сэкономили. Да, то есть эти тачки часто, чтобы не красить, если по серой схеме восстанавливают, они просто в цвет подбирают железо из уже угнанных. С пятой на шестую без сцепы. Ты в шоке! Я в шоке просто. Владян, ну скажи это просто охренеть. Да это, мать его, космолет просто. Это корщ, пацаны. Кто им пробовал такое делать, тогда стоит до нас. Я даже не знаю вообще. Короче, машину подбирали два дня. Нашли нормальный вариант. Спасибо, Серега, тебе, кстати, за это. Вот реально тебе хочу сказать спасибо сейчас. Я даже без камеры тебе этого не говорил, но на самом деле спасибо. Ты просто сэкономил мою гребаную жизнь, потому что если бы я занимался этим сам, у меня бы, наверное, ушла неделя, и я просто бы дико бомбил на те помойки, которые на самом деле выставлены. То есть найти Duster за 500, это сложно. Более того, мы же нашли две подходящие нам машины, да, и ты уже ехал их смотреть, и в итоге все уже были куплены даже кем-то. А, ты про эти? Да, я про эти. Я про это даже забыл. Ты уже забыл. Их еще очень хорошо покупают. Иногда просто не успеваешь заехать. На эти машины нет торга, потому что их хорошо покупают. Эту машину мы купили, по-моему, на следующий день, после того, как ее выставили на продажу, да? Она выставилась 12 ночи, в 2 дней я был там уже. То есть Duster это тачка, которая уходит на расхват. У всех есть Duster, а те, у кого его нет, хотят его купить. Еще бы с такой нахрен коробкой. Да блин, мне нужны их два. Просто этот карабас надо ставить на другие тачки, и все будет охрененно. Вчера, когда я приехал смотреть эту машину, пока я смотрел, пришло еще 3 человека, и я просто... Ключи были у меня в кармане. И я всем говорил, что машину продают. Ну то есть прям, блин, они настолько... Их любят люди. То есть в чем прикол? Я не понимаю. За деньги у конкурентов, ну вот просто нет. Ну, наверное, нет. Вот за 500 тысяч... Или это будет старое, что-то, ну, такое совершенно непонятное. Нам это не надо, да, зачем нам старое? Нам нужно 12-й год. Или примерно этого возраста будет у вас, но у вас, как говорится, закупил... У вас... У вас это не для вас. Со второй на третью сможет? Погоди. Да! Я просто в шоке! Вообще не нужно сцепление на этой тачке. Только чтобы первую выжить. Переключение, соответственно, происходит просто в режиме Бога. Моментально, быстро, четко, со спортивным ударом. Просто! Это то, что надо. Это то, что надо, пацаны. Мало кто знал, что у Renault Duster есть штатный launch control. Объясняю, как это работает. Значит, вы можете стоять... Вы стоите на нейтрале, да? Зажимаем газ в пол. Отсечка. Выжимаем сцепление. Допустим, первую. 3000. 3000. Вот смотри. Просто выжатая сцепка. Смотри, отпускаю сцепку. 5000. Выжали сцепку. 3000. Вы не сможете порвать эту коробку на первой. Мы приходим к простому выводу. Возможности этого автомобиля в стоке превосходят желания и возможности людей, которые их обычно покупают. Мы наместники на этой земле для того, чтобы раскрыть потенциал этой крошки. Да? Что это значит? Едем на оффроуд и разматываем его просто в щи. Если это будет надо. Исходя из вышесказанного, нужно проверять, что эта машина может на бездорожье. Потому что обычно Duster это та машина, которую жалко. Та машина, у которой присутствует психологическая проходимость. Потому что можно подзарапать бампера, двери, что-то отломать. Будет дорого, неприятно. Потом это нужно чинить, восстанавливать. Нам похеру. Вот прям такая нормальная ситуация. Поэтому сегодня какая задача? Сегодня задача сложить эту помойку, но сделать так, чтобы она приехала первой. В идеале, конечно, еще и не сложной. Но мы все знаем мои навыки. Там уже намечается какой-то оффроуд. Там Duster, Subaru. У нас даже есть очень большие машины в наличии. Они сейчас все спрятались, как и все большие машины. Но у нас такой маршрут, что сегодня развернутся даже они. То есть в теории сегодня проезжаемо будет очень плохо. На лебедке с геометрией, которая позволяет оторвать оба бампера. А как еще и ребята из Duster-клуба говорят, что бампер у Duster отрывается после отрыва глушителя. Что делает ситуацию еще более интересной. В общем, так или иначе, просто смотрите, что будет происходить. Мы так же смотрим. Ну это просто он стоит сейчас. Ну так, ну да, я тоже так. Будем думать, что это просто шафал. Что это не всегда так. Может манометр врет, а там уже 0.1? Может быть, да. Но у нас есть точный манометр низкого давления. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Опытным путем выяснили, что вот это чуть-чуть более злая горка. Я на нее заехал только стравившись до 0.3 примерно. Сейчас можно достать низкого давления манометр. То есть здесь идут страдания. При том, что Niva тоже сзади с преднатягом. То есть это машина чуть-чуть читерная. А у нас есть Duster желтый сзади с блокировочкой. Паша на синем Duster, его все знают всегда с блокировочкой. Сейчас наших ранних видосов. Тоже задний самоблок. BMW X1, который борется прямо не по статусу, я бы сказал. Юбка уже оборвана на прошлых выездах. Нижняя у губа, видишь, ее уже нет вот здесь вот. И вот это то, что там все болтается возле серьги снизу, прямо видно. Ну, в общем, но борется. Наверное, съедем сюда, вот, желтенький. Паша, съедешь же, да? Давай попробуем. И я рядом стану, можно еще Niva сюда загнать. И попробуем заехать, кто быстрее. Короче, мы понимаем, что ключевой фактор – это давление шинам. Блокировки, неблокировки – это все не работает. Короче, травишься просто в состоянии шинам капсда через 2 километра и заезжаешь. Не травишься – не заезжаешь. Натяг, смотри, смотри, Невасик, Невасик, Невасик. Давай, 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 давай. Автоваз делает вещи. Вот так вот. Все, изи, изи, лалка. Сейчас будет, знаешь, середина горки, давай. Дастер-клуб сейчас уже просто все как один. Да тут раскатано, да это уже пашня, да все, это не считается. А вот тогда бы, если бы, тогда бы, конечно, Niva говно, да, тут это вообще ни о чем. Короче, поехали в следующие горки. На самом деле нет, там все как обычно. Нет, Subaru – это эмоция. Может, лучше посмотреть на бандер? Руль, Серега, прямо руль. А вот пошло качество. Сейчас он нароет. И дальше начнутся виллы. Блин, чуть-чуть с весы подливнули. Так хорошо шел. Бампер, как всегда, естественно, на скреплении слетел, как будто все, там, оу, чизы, скрайс. Не, 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 про мастер не говорим, это красота. Да, 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 да. Что случилось? А, защиту отогнул. А, если бы я отогнул, то есть такой толщины, как бы, даже взорвало, что ли, сейчас. Да, надеюсь, были разрезы по бокам уже. А, нет, сюда. То есть я просто уперся, да? Да, да, да. Смотрите, вот поровнее дорожка можно пробовать. Стой, 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 здесь еще еду. Сейчас по мягкому-то. Вот с этой. Стой, 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 стой. Стой, 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 стой. Ну, видишь, насколько резина держит, да, широкая относительно? О, хорошо, хорошо. Главное, сейчас только не в секунду. Смотри, 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 смотри. Вот видал, а я всегда в него верил. Вот этот, вот так вот, вот так вот. Вот так, респект таким пацанам. Ну, я не ручаюсь, что тогда старыть смогут. Это позор. Это позор. Мы просто здесь вот здесь, ребята. Вверх, влево более-менее. Давай, БМВ, давай, давай. Я фирм не верю, они все против. Вот так. А этот что здесь? Не, ну, как нельзя. О, ко, ко, широкий. А БМВ, братец. Да, блин, ты как раз там. Наконец-то. Прекрасно. Продолжение следует... Продолжение следует... Это пипец! Ладно, я пошел, у меня там дела тоже будут. Пока! Это был бампер! Здесь скрылся интересный косяк Дастера. У него буксировочная проушина находится внизу под бампером. И поэтому в этом положении за буксировочную проушину не зацепить никакой крюк. Поэтому машину лебедкой подвытащили назад, а к переднему крюку заранее прицепили трос вперед. То есть машина ехала сама, но трос уже заранее зацеплен. Стой, стой, стой! Давай, умирай! Бам, ёпта! Чуть-чуть умятина и все. Бля, там! Дверь и что есть? Ничего. Открывается. Открывается же, да. Все, стекло опустилось, значит, мята еще не сильно. Такой мне нравится стиль. То есть как бы замял, но проехал. И страховочка не пригодилась. Давай, давай! Да ты тут воссей не паришься, так и не решаешь. Ну что, Невасы едут, да, там традиционные, естественно, без вопросов? Ну что, походу Нева что, выигрывает, что ли? Не, ну этого допустить нельзя. Прокалываем шины, прокалываем. Так, у нас реально фаворит все-таки. Мы ржали вначале, да, что это? А это реально фаворит. Нормально, да не слушай. Газуй, газуй. Все, отлично, лебедь. Кайф. Мы за рули. Мы на рвежке. Ну, они подкопали. Там была работа дорожной техники прямо, конечно. Сейчас асфальт подвезут спокойно, и я на Аказии проскочил. Все будет нормально. Но, тем не менее, на самом деле, это, я считаю, самый жесткий участник за сегодня. Да не может. Закар, так. Прокалываем шины. Не может? Все, видишь, борьба. Надо пройду, вот первый. О, да. Готов. Выдох. Вот это да. Причем, они у каждого раза сначала осторожники, потом, ну, психуйно проживают. Потом врубаются, вот получается. Оп. Прямо миллиметры вообще. По красоте прям. Он направил его. Взял и не засал, называется. Аккуратней правой деревьей. Не поцарапай, да, деревья. Аккуратней кругом деревья, не набрасывай. Аккуратней. Оп. Нет, нет. Вперед, вверх, вверх, вверх. Что мне там, чуть левее надо? Тойди, тойди, мы у нас в дорогу. О! Ты сделал это? Не, 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 не. Там за ним еще ремни. Да, да, да. Дави, дави всех. Добрый. Субару. Выстроим мозг. Давай, Субарик. Я тщик. Оп, что-то пошло не так. Да все, что-то в порядке. Итак, что мы установили? Что Duster, в принципе, едет. Но, поскольку вы понимаете, это свободные дифференциалы, отсутствие каких-либо блокировок и их имитаций, единственная возможность увеличить его проходимость, это спустить колеса. Если вы их спускаете прямо в состояние, там, 0.3, машина начинает адекватно действительно ехать. Но при условии, конечно, что у вас еще хорошая резина. Таким образом, хотя им надо признать, что они едут неплохо, но все-таки объективно, я бы сказал, что Нивы все равно... Хотя у нас, ну, одна стоковая, вторая не стоковая. Ну, в общем-то, Нива едет типа лучше, согласен. У них и с веса, и сами они повыше, и как бы геометрия, и вес. Все работает в их пользу. Исключая, конечно, момент, что в Duster больше комфорта, это все-таки машина, а Нива молодец. Несы доедем называется. Но, с другой стороны, если мы их позволяем в условиях в лесу, то здесь все равно, с каким комфортом вы, в общем-то, тонете. Поэтому Нива, конечно, получается на данном этапе в стоке и выигрывает. Она, понятно, что и потом, наверное, выиграет. Но, понимаете, когда Нива объезжает Duster, это нормально. А когда Duster объезжает Ниву, это... Это вот эта машина, вот это прямо Duster. Вот, собственно, что мы и хотим в будущем сделать. Это заставить Duster ехать чуть поинтереснее. При этом так, чтобы его не арестовал первым попавшийся инспектор. Соответственно, вставляются блокировки в мосты, которые снаружи никак не распознаются. Чуть побольше резины, но в рамках все заявлено, он без каких-то резаных арок. И вы спросите, Костя, а нахрена тебе все это, когда есть боевка? Вы знаете, я подумал, что Duster... Я его купил, стою возле него и думаю, а нахрена мне Duster? А для того, чтобы его, собственно, отдать вам. Все подробности того, как это сделать, вы найдете в ссылочке в описании, вот прямо сейчас. Я думаю, что где-то уже через месяц состоится розыгрыш, как всегда, в прямом эфире. И одному из вас уйдет эта машина. Естественно, хорошенько подзаряженная. Естественно, на блокировках, на лебедочке, на резине. Может, даже что-то перетянем. Поставим двери с другой ворованной машины, чтобы они не были больше замятыми. Ну, как это модно в Duster-клубе, я же знаю. Так что, в принципе, мы хотим попытаться сделать Duster таким, чтобы он ехал. Ехал он, естественно, не на ладогу на подиум и не брал там немеряные какие-то брода. Но чтобы он ехал адекватно. И объезжал, может быть, не только стоковых НИВ, а типа НИВа с совом локом, как сегодня было. То есть, и все это в гражданском режиме, чтобы можно было ездить на каждый день. И по логике отравона, если кто помнит, за ночь вернуть это все к стоку. В крайнем случае, пройти ТО честно. Вот, собственно, и все. Спасибо вам всем, пацаны, что вы приехали. Потому что, действительно, было весело, интересно. Много сегодня разных машин подобралось. BMW X1, я думаю, да, это где-то, где-то, где-то. Но я думаю, это объективно, да, что сегодня эта машина, которая удивляла больше всех. Да, она ехала не первой, да, она ехала по накатанному. Но сам факт того, что, ну, как я и говорил, да, что если НИВа едет после Duster, это нормально. А если BMW X, это что же такое происходит? Так что, в любом случае, спасибо вам всем. Вы красавчики, пацаны. Прямо низкий вам поклон. Да, 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 молодцы. Много нас сегодня набралось. Вам же всем огромное спасибо, что вы смотрели это видео. Огромные всем удачи и пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok